Товарищ Алжас, президент штаба Марти, и вот наше очередное интервью. Несколько слов. Вначале мы познакомились в фейсбуке, как это сегодня часто происходит, на почве, так сказать, разделения левых взглядов. Собственно, о чем хотелось бы поговорить, наверное, сегодня, это как раз таки о том, что значит быть левым в сегодняшней центральной айзии. На первый взгляд, никакой специфики особо быть не должно быть левым, значит, разделять левые взгляды под сторонником исчезновения общественной, частной собственности, по стороне социализма, посткатолистического общества. То есть это то, что разделять все левые в центральной Азии, в Азии, в передней Азии, в Южной Америке, это номинал. Но специфика в том, что действительно был советский опыт, то можно сказать, насколько он был репрезентативен для социализма, он был, и нельзя вести его агитацию так, как будто этого не было. То есть это не случилось такое, немножко напутали с марксизмом товарищей в прошлом, поэтому мы приходим на новое уже, нам нельзя эти предъявы делать. Так, конечно, не получается, и действительно, советский опыт для центральной Азии, он совсем иной, что для России. Если в России он еще может быть истолкован, интерпретирован в каком-то имперском, державном стиле, то Казахстане он достаточно расценивается либо как колония, то есть, да, колониальный опыт, ИСР как авторная империя традиционная, либо в каком-то гладификацию впадают обычные люди. Ну и еще о том, что как быть левым центральным, и что это значит быть. Это значит быть, то есть, быть в одиночестве в любом случае. Да не то, что нет других левых, пускай не есть, но в каком-то мизерном количестве, нет традиционных политических оппонентов. Есть либералы, но это либералы, которые начитались в советских пропагандистских книжек и копируют тот образ. Нет, есть националисты, но это не националисты, а, скорее, ну, племенники. То есть люди, которые представляют себе нацию очень забавно. Вот буквально на уровне крови и почвы. То есть, далеки от традиционных, от модернистских пониманий нации. Нет, ну, фашиста, понятное дело. То есть, опять-таки, есть дикие расисты, шовинисты, но нет той силы, которая за ними обычно стоит. То есть, да, и фактически левые оказываются единственными европейцами в Центральной Азии, имеющими европейское представление о политике, о политической жизни, об идеологии. Да, это делает их безумно маргиналами и ставит в позицию каких-то культратреггеров по отношению ко всему населению. Независимо от тех, кого они собираются агитировать или тех, с кем они собираются воевать. Да, интересная позиция. То есть, быть левым равно быть, ну, условно скажем, на стороне просвещения. Абсолютно, да. В целом, нужно в те прочие идеологии, которые есть, они абсолютно не репрезентируют. Экзистенциально это быть одиночкой, быть таким вот культуртреггером, по большому счету фриком. Ну, или так, да. А что значит быть левополитическим, да, некая левая оптика, понятно, что она сосредоточена не только в капитале Маркса, да, и не только в неком специфическом для левых активистов и теоретиков языке, да. Она имеет, она репрезентирована также в неком ощущении представлений, как бы, людей об их жизни, да. Я, например, часто читаю какие-то или слушая какие-то выступления, например, ну, условно нашей культурной интеллигенции на просторах Советского Союза, на просторах бывшего Советского Союза, можно услышать о том, что культура не должна быть коммерциализирована, да, о том, что должно быть достойное образование, да, бесплатно и доступно для всех. В принципе, это как бы вот такой вот, это такая левая докса, да, левая бессознательная даже, можно сказать, да, которая выражается этими людьми, которые себя не называют ни социалистами, ни левыми. То есть я хочу сказать, что есть некий, некий все-таки левый консенсус в обществе, некое представление о том, как общество должно быть устроено, и вот это представление, которое разделяется, на самом деле, многим, да. Вот как, что значит быть левым политически в этом смысле, да, насколько есть возможности для некой левой мобилизации массовой, или хотя бы для появления какой-то левой организации, которая могла бы вот в качестве своей социальной базы обращаться вот к этим, ну, как бы представлениям о, ну, скажем так, о социальном обеспечении, которое должно быть представлено в обществе. Ну, во-первых, потому что все-таки на вот эти одно состояние, ну, представление о социальном обществе, социальном обеспечении, я бы не познагал больших надежд. Как правило, они все-таки выдержаны в патриархальном духе. Вот пускай на придет государства даст бесплатное образование, и то, и другое. То есть это не даст теряться самоорганизацией никогда. То есть даже самые, когда подвинуты в этом отношении люди в регионе, то есть абсолютно активисты, активисты социальных движений, они настроены чудовищно патриархистские, то есть они вожданникового-то лидера. То есть всегда можно, когда читаешь дискуссии в социальных сетях, о том, почему слабая оппозиция, вечно тут жалоба многих людей, которые, так сказать, почему нет лидера, который придет и все сделает. Буквально говорится, он не телестан. То есть людям действительно нужен какой-то вот В, как в фильме, который взорвет парламент, перережет себе верхушку, и еще, да, расшатся им костюмы для участия в демонстрации, и уже тогда они готовы выступить. То есть люди чудовищно, инфантильные, люди, то есть в чем-то, с либералами можно согласиться, они говорят, когда говорят, что люди настроены, так сказать, паразитические. Они подождут, что кто-то им придет и даст. Не важно, социальное обеспечение или социальное освобождение. Поэтому, в принципе, я бы особо не обольщался, это есть всегда, с этим можно работать, но помните о его свойствах. А что касается политической мобилизации или создания хотя бы орг структуры на данном этапе, я бы не верю. И весь опыт 20 лет это прекрасно доказывает. То есть могут существовать профсоюзы, могут существовать социальные движения, которые борются исключительно за интересы социальные. Это неплохо и нехорошо, но ловить там какую-то рыбку в этой воде, я не вижу, но даже практика показывает, что это невозможно. То есть дольщики получают свои квартиры, они отваливают, ипотечники отставят свое жилье тоже, отсрочку получают, отваливают. Пока не отваливают формально рабочие, поскольку добившиеся требования, они рабочим быть не перестают. Но тут есть вообще сомнения, что индустриальный сектор, который стремительно сокращается, вообще годен для работы такого рода. То есть все-таки промышленный пролетариат, он скорее, он давно перестал быть передовым классом, что бы там ни говорили. Уждали такой догматики. А кто тогда может быть, кто сегодня передовой класс? Это вопрос открытый. То есть есть вообще версия, что сама, то есть концепция революционного класса, она, в принципе, анти-марксистская. То есть мысли, что можно найти какой-то класс, но начать его революционным, то есть за собой, в принципе, методологии марктизма-то не соответствуют. Ну, если примерно, ну, называть кто, может быть, ну, возможно, то есть если антиракционный опыт Латинской Америки, в котором мы стремительно превращаемся, то, ну, возможно, морганизированное крестьянство безземельное. Которое обратили номер со злой партией из движений, из нескольких миллионов человек. Возможно, в этом направлении. То есть и безземельные крестьяне, и как смычка с городской молодой интеллигенцией. Классический латиноамериканский вариант. Скорее всего, это будет, ну, это пойдет по такому сценарию, если пойдет. То есть это уже большое если. Но это не гарантия. Поскольку, все-таки, как мы уже говорили на вчерашнем семинаре, Казахстан-то страна не просто третьего мира, а страна, которая из второго превращается в третьего мира. Эти механизмы не описаны, никому неизвестны. И как оно на самом деле пойдет, кто его знает. Может быть, с этим странам вообще не существует налевое движение. Ну, все кощунцы становились. Причем в силу некой прививки реального социализма. Одно дело, когда люди хотят стремиться к чему-то. К просвещению, к культуре, к чистым бесплатным больницам и ровным дорогам. И другое дело, когда они это теряют. То есть это, если на массовом уровне сравнить, в таком психологическом, это шизофрения полнейшее. Шизофреничатое общество способно к мобилизации. Возвивание в ней каких-то профессиональных идей. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы, собственно, готовим сейчас такой проект, который мы называем условно Future in the Past. Ну, довольно распространенная, мне кажется, метафора. Будущее в прошлом. Применимое, как бы, к этому постсоциалистическому и постсоветскому миру. Да, когда по истечению, ну, уже сейчас 20-летия, как бы, неолиберальных реформ, мы начинаем понимать, что некое, как бы, наше будущее, наше представление о будущем, на самом деле, ну, связано в основном с прошлым. Эта мысль, она, как бы, проходила красные нити через проект, которым я занимался пару лет назад, художник общества. Это была серия таких исследовательских и таких, ну, должны были быть, партисипаторных художественных проектов в небольших городках Центральной Азии, которые, собственно, были такими вот макетами, что ли, новой социальной утопии. Это были социально обеспеченные, компактные интернациональные городки, которые в то же время работали на военную промышленность Советского Союза. Но, как бы, вот такая красная нить через все эти проекты проходила некая... это не то, что ностальгия, а именно ощущение будущего, которое, вот, локализовано не после настоящего, а до него, да, в прошлом. И, вот, размышляя постоянно об этом, об этой ситуации, да, отчасти шизофренической, да, пока такой промежуточный, как бы, вывод, к которому, ну, вот, я прихожу, мы здесь приходим в штабе, что нужно просто научиться говорить об этом, об этом прошлом своим собственным языком и все-таки пытаться его начинать локализовывать в будущем. Да, не отказывая наличию будущего, проблеском будущего в прошлом, да, думать все-таки, как бы, вот, да, не только ретроспективно, но и перспективно, да, не боясь, как бы, не боясь признать, что некие проблески будущего, они остались в прошлом, они имели там место, но это не значит, что мы не можем их оттуда забрать и не сделать их своего рода кирпичиками того будущего, которое мы можем строить. И тут очень важный специфический опыт, как советская, советская история, советское наследие, советская, ну, если угодно, объективность, да, в виде инфраструктуры, да, институции и так далее, соотносится с левым, с левым движением, возможным левым движением в Центральной Азии. Вот тут вопрос очень такой опасный, я бы сказал, потому что я крайне остров, то есть мне эта мысль нравится, но, в принципе, к советскому надо относиться в крайне островом, в моем мнении, то есть, потому что, в моем понимании, сейчас, когда говорят, ну, советский человек, это скрепление. Потому что советский человек, это, в любом случае, ограниченность, это инфантильность, это в той или иной мере невежество, даже если ты профессор или какой-то сугнообразованный художник. То есть, все-таки, то есть, как получилось, ушло советское позитивное, то есть, то, что было, осталось, ну, возлести негативные моменты. Или, скорее, на инфраструктуру, то есть, какой-то завод, скорее, он давал работу, давал производство, на плохое или хорошее, он был болезен. Сейчас это просто груда металла, разворованная, распроданная, от него никакого толка, только портит вид. То же самое с советским сознанием. То есть, в советских условиях, в условиях советского базиса, оно было, в принципе, прогрессивно, по словам. Хотя, позднее советское общество, это, скорее, общество потребления в той или иной мере. Советский человек в условиях капитализма, это редкостная сволочь. Это человек, который голосует за Путина, который голосует за Назарбаева. Как с ним взаимодействовать, совершенно непонятно. Я как раз-таки говорю именно о... Присвоении этого опыта? Не о присвоении этого опыта или сознания. Я говорю как раз-таки о выработке, условно, новыми центральноазиатскими левыми, своего собственного языка, не языка Кургиняна или Путина, а своего собственного языка по отношению к советскому прошлому. То есть, когда ты сейчас это говоришь, складывается такое ощущение, что советское кодировано Кургинянами, Путинами и так далее. Путины Путины. Да, и мы как бы с этой кодификацией, с их представлением о советском, соглашаемся и принимаем его, и в соответствии с ним выстраиваем свое отношение. В то время как, собственно, если даже отвлечься от левых, в самой Центральной Азии, собственно, не было выработано собственного, ну, скажем так, центральноазианской оптики на советской, которая бы учитывала всю его противоречивость, сложность, все прогрессивные модернизационные эмансипаторные коннотации, которые имели место одновременно с колониальными и имперскими, но чтобы этот взгляд был как бы дискурсирован с позиции Центральной Азии. То есть, этой попытки, собственно, по большому счету, созданы непри, можно сказать, постколониальной теорией и практики, и ее еще не случилось. Согласен, ее никому не создать объективно. Тут мы подходим к другому вопросу, то есть, а кто левых центрах, что им делать? То есть, если совсем кратко, то книжки читать. Потому что это та практика, которую существующее небольшое количество левых, центральноазиатских, там, с численностью не превышающая сотни, точнее, не достигающая, оно как раз таки яростно отвергает. Они считают, что надо именно делать экшн, какую-то практику, которая состоит в том, чтобы, не знаю, то ли раздавать листовки на прокатных, то ли бегать за дольщиками, работать какими-то бюро услугами для них. То есть, нет понимания того, что нужна новая теория. То есть, сама вопроса, кажется, абсолютно окошенственной. Нет понимания того, чтобы надо владеть этим аналитическим аппаратом, развивать его в себе, что надо проводить аналитическую работу. Если пока этого не будет сделано, то есть, нельзя присвоить ни Советский Союз, ни анализировать то, что произошло за прошедшие 20 лет, нельзя делать ничего. Поэтому мой ответ на вопрос, что делать левым, это сформировать из себя новую левую интеллигенцию и расширять круг своих единомышленников. То есть, ни о какой работе в поле масса кричьи сейчас вообще не может. То есть, кто-то говорит, тот врет. То есть, можно быть успешным профсоюзным активистом, можно быть успешным социальным активистом, левой политикой это еще не является. Звучит плохо, это не их у вас спор. Звучит непросто, типа, там, расстреливают рабочих, выселяют людей из домов, а ты сиди, книжки читай. Ну, это тайбук, так ты ничего другого сделать не можешь. Можно, конечно, пойти на митинг-полицейский, получить дубинку или, наоборот, ударить винта. Это было просто личное выбор. Мне все-таки, да, последнее даже больше нравится. Но это ничто не изменит, ни на что не повлияет. В годы моей жизни в Москве пришлись на какой-то пик такого вот локального конца Эстонии, да. И действительно казалось, что ничего, кроме того, что читать книжки, делать больше нельзя. Но потом это сменилось, там, в конце, на излете 2011-го года, это сменилось вот такой массовой, да, мобилизацией. Появилось протестное движение, которое, которое, если сейчас оно сошло на нет, то в любом случае, так или иначе, как бы изменило политический ландшафт. Насколько вероятен сценарий такой же, как бы, мобилизации в, допустим, в Казахстане или в Киргизии? В Киргизии он всегда вероятен, на самом деле, да? Постоянная вероятность. Да, и как в этой ситуации соотносить, как левые должны будут, не знаю, бросить свои книжки, бежать? Или же вся какая-то социальная массовая активность, которая может иметь место, она все-таки останется без участия левых в течение какой-то краткосрочной, может быть, даже среднесрочной перспективы? Ну, да, если это произойдет в ближайшие 10 лет, причина, ну, вероятность такого высока, но я бы не сравнил это с московским протестом, это будет нечто совершенно иное. То, да, участие левых, такое политическое участие, практически невозможно. Так, чтобы влиять. Понятное дело, что обязанности левых, на мой взгляд, в этой ситуации будут присутствовать просто там, видеть все это, не знаю, участвовать по мере возможности, но это будут капли в море, которые больше будут влиять на них самих, нежели на само текущее движение. То есть, единственное, ну, если левые к тому времени будут вооружены какой-то теорией уже, более-менее отвечающей местным условиям и критической массой. Ну, это, невероятность этого, крайне низкарк, потому что сейчас этого нет. Мы можем отметить некую специфику увеличения, как бы, увеличения значения религии в общественной повестке. Я думаю, что, может, для Казахстана это не так актуально, но для Таджикистана, например, для Узбекистана, для Юго-Киргизии это, ну, крайне актуальный, ну, вопрос. Фильм «Невинность мусульман», который вызвал такую волну протеста, и очень многими, в том числе, это просто довольно мейнестримными медиа, вроде CNN, да, все-таки было обращено внимание на то, что, собственно, к духовности, к религии и к религиозности этот протест имел, ну, опоследованное отношение. Ну, собственно, канал CNN провел такое, там, условное исследование, интервью людей, которые говорили, что, конечно, как бы, речь идет не о оскорблении чувств верующих в Пакистане, да, а о форме выражения протеста империализма, конечно, чуть-чуть и глобальный капитализм. Таким образом, религия в какой-то степени становится языком протеста, действительно заполняет этот вакуум. И вот мы говорили о том, что, возможно, у левых нет каких-то возможностей для массовой мобилизации, но в то же время, насколько левое движение сегодня может стать, как бы, производителем, ну, как бы, языка протеста. И вот то, о чем мы говорили, что у левых в центральной разнице нет современных оппонентов. Есть оппоненты из эпохи до-модерна. И один из них – это религия, конечно. Наряду смычки с родоплеменными идентичностями, с патриархальным традиционализмом. Игнорировать это действительно невозможно, но это именно позиция должна быть борьбы с ними. То есть ни в коем случае недопустима интонация, которая сейчас встречается у постсоветских, не только у постсоветских левых, что, дескать, ну, раз теперь ислам радикально, это новая форма протеста, надо вот к нему относиться повежливее. Так многие левые осудили этот фильм, кажется. То есть они осудили и сам тирак, но, если, 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 если фильм был сделан напрасно, то есть ни в коем случае недопустима хоть какая-то, не знаю, вежливость по отношению к этой публике. Это враги, это умные враги, успешные враги, у которых есть чем научиться, безусловно, учитывая их братья мусульман, которые, ну, сыграли свою роль в египетских протестах. Ну, а то у нашей позиции не должно становиться не более лавиной. Фактически, это попытка найти какой-то мост между навести, между радикальным ислам и левым радикалом, она напоминает заигрывание некоторых левых в период, ну, до Первой мировой войны с европейским фашизмом, которые находили у него там отдельные там, ну, антикомпетитические стороны, которые действительно были, и говорили, значит, с ним можно больше блокироваться. Для левых это получилось, известно, очень печально, не только для немецких нацистов, левых, но и для... Такие были во всех европейских странах. И у Франка было летнее, да, левое крыло. То же самое повторилось в Иране, когда Иранская революция 79-го года, которая произошла, вообще-то, левыми методами, то есть, ее существовали рабочие советы, когда вся страна была оплачена, эти левые были выбилены духовенством, этими мулами, и которые по-прежнему сейчас, то есть, коммунисты яд под чьимом в Иране, что-то, конечно, не мешает, многие линии считают, как это форпостом, борьбы с империализмом, госдепом, и миром сионизмом. То есть, это пошлость, это глупость, это тупость. Это недопустимо. Как с ним бороться? Ну, это борьба именно за просвещение. Даже не то, они за религию, мы за коммунизм, они за мракобесие и жизнь в дерьме, мы за просвещение чистой улицы. Ну, такое должно быть. И тут вполне допустимо, какая угодно демонизация этого врага. И даже если немножко пользоваться такой исламофобской, европейской риторикой, то есть, книгами Токинза, комиксами о пророке Мухаммеди, ничего страшного нет. То есть, те левые, для которых это проблема, они, то есть, они идут лесом. Они создают некую исламскую теологию освобождения, успешных примеров, которых, кстати, нет. А вообще, что значит сегодня левая радикальность на самом деле? Это действительно такая риторика на грани, на грани какого-то даже эпатажа, или все-таки левая радикальность заключается в чем-то другом? Или это неразрывно? Собственно, в одном, в постановке вопроса, главного вопроса о, как брать, о частном собственном наследстве производства? Главное вопрос остается, он никого не гибается, вопрос уже воевую интонацию. Мы относимся в той ситуации, когда надо со всюду убить, а мы этого мало призывают социализмом бесплатное здравоохранение, призывают вести хиджавы в школах и прочее, левые только судилипичут про национализацию под рабочим контролем. То есть, должна быть посмотрим, ребята, мы прием в власть, мы вас выпилим, будет вам очень плохо. Надо четко говорить, для кого мы работаем, для кого мы тронимся, как в песне, каким социальным слоям, и людям какого типа сна не мы хотим дать хорошо. Будет хорошо труженикам, интеллигенции, будет плохо подконникам патриархального общества. До этого ты говорил о том, что левые это некий локус, мысли, которые находятся в противоречии со всем остальным спектром. Именно по своему, может быть, даже по своему некому антологическому происхождению, антологическому статусу, который не является как ты определил, собственно как бы имеет отношение к эпохе современности, в то время как все остальные дискурсы, которые имеют место в публичности, это дискурсы домогернистские. Не есть ли попытка взаимствовать этот язык ненависти? Не будет ли это шагом назад диалект вот с этой позиции, которая одновременно противостоит всем остальным? Которые являются посвященческой, а одновременно являются позицией гуманистической? Тут просто разное понимание гуманизма. Надо говорить, опять же, в этих речетках, что гуманизм не сдувание пылинок с каждого обывала, а перспектива для всего человечества. И если кто-то этой перспективе гуманистическое угрожает, то с ним обходится самым негуманным образом. И вряд ли, людям что-то навредит больше, чем уже есть. Мы находимся в такой глубокой заднице, нам только экспериментировать остается. Ничего страшного не будет. И опять-таки, то есть, да, может быть большинство меньше, да, такая риторика. Так левые никогда не ориентируются на большинство, по сути, это дело. Это приводит к меньшинству, которое может саморганизоваться, сплотиться и совершить то, что оно хочет. Потому что победа левых не может быть электоральной. То есть там пришел Чайвис, ну, привод, пример в классе, он пришел как еще более уменьшенный популяриз, чем он был. То есть Чайвис, там, 98-го года, да, в классе пришел, ну, был избран президентом, и в середину нулевых это два раза президента. То есть, поэтому, да, левые первые меньшинства, которые они ищут в массах. А просто умираться массам, то есть, это неинтересно. Это отказ от своей программы, отказ от своего языка, это неинтересно. Да, это не нужно. То есть, успеха этого точно не будет. самместов и прочих показывает, что чем-то наглее и увереннее толкаешься идеи, сколь бы они ни были, ну, то есть, что может быть более абсурдным, чем проповедовать в Центральной Азии либертарианство? А накопадешь, ты кого-то он собирает вокруг себя, то есть, всяким чем образованную прослойку. Стало быть, надо пройти этому фундаментализму, праздничному религиозному, нужный неговый фундаментализм. Еще более пещерный. Сделать, может быть, такую картографию, да, левого присутствия в Центральной Азии, да, то есть, можно говорить о существовании, вот, и можно кратко это все описать, да, существовании штаба в Бишкеке, такой кружок фон Тебби Хоффмана в Алма-Ате, ну, и более, как бы, такая, инсоциализированная структура, это вот соц.сопор, социалистическое сопротивление Казахстана. Ну, и я бы предложил, что это группы аналитической молодежи, в том числе, в Алма-Ате, которые участвовали в ряде инициатив по защите кружеля горного региона, в котором собираются строить курорт, естественно, сгубившую экологию, создавали вегетарианский клуб, вот на таком уровне что-то. Да, по крайней мере, даже не картография, это, не знаю, описание энтомологическое, пожалуй, все мы являемся микрогруппами и в большинстве мы не знакомы друг с другом, то есть проблема даже коммуникации, то есть да, левы на том этапе настолько раздроблены, что даже не в состоянии друг с другом просто познакомиться, не желание найти друг друга в соц.сетях и поговорить на общие темы, не понимаете, то есть столкнись с вами кто-то из, ну, кроме нас там, с соц.сопорцев или из еще этих групп, они просто не поймут, что вы коммунисты, потому что у вас здесь не висит красный флаг, кумач на всю стену и в углу не стоит покрытый пауки без Владимира Ильича, то есть люди абсолютно семиотики, им нужны символы, им нужны знаки кодовые, речи, поведение, поэтому они могут то, что вы делаете, а хорошо не считать как коммунистическое, как левое, это проблема просто уровня образования левых, и поэтому образ постсоветского типичного левака он крайне неприятен для большинства, и для большинства, и для меньшинства населения, то есть это страшно наталкивающая личина, и ее надо менять, и у меня не уже существующих левых, потому что они уже не изменятся в силу просто возрастных факторов, а воспитывают новое поколение, и в том случае у меня нет вопроса как это делать, то есть я сейчас не хочу вставать в кузу такого гуру, который говорит, что надо так и сяк, то есть никто этого не знает, иначе я бы сделал давно, я, кажется, догадываю, точно знаю, чего делать не стоит, то есть не стоит изобрать в себя организацией партийного типа, то есть не надо обманывать себя, что группа из 10 человек это партия, тем более революционная, тем более рабочая, рабочие, когда вы слышали, то есть не надо, или течение этого вопроса, надо, надо поменять эстетику, надо поменять простолутые культурные коды, то есть выходить на какие-то массовые мероприятия, участвовать в них, или проводить самим советской символикой, это людей будет отталкивать в любом случае, то есть это может понравиться, опять же, ностальгирующему пенсионерству, но молодежи это не нужно, даже не в том смысле, что аллергия носовок это не вызывает никаких чувств, ни хороших, ни плохих, то есть и выработать новый язык, опять же, язык не в смысле заменить там пролетариат на наемные работники, капитализм, научная экономика, то есть не отказ от ключевых терминов, а именно язык культурных кодов, говорить на языке современности, с каждой социальной группой, к которой обращаешься, на ее специфическом жаргоне, желания делать этого тоже нет, как мы наблюдаем. Например, у Суцок, у Суцок, то есть все дали просто на формуле сайтов, как это сделано, почему-то люди думают, что их идеи такие великие и хорошие, что это надо любить просто за то, что они есть, вне зависимости от того, как они поданы, вне зависимости от того, каким языком написаны их тексты. По большому счету, это неуважение к избиратикам, так можно назвать, к своему литерату, потенциальному. Это печально. но есть ли в этом тоже опять некоторое, причем существенное и важное противоречие, да? Мы понимаем, что культурные коды это тоже как бы продукт, имеющий классовое происхождение, да? Не есть ли здесь попытка говорить на, или пользоваться культурными кодами, произведенными, собственно, капиталистической мифологией, заигрываниями с этой самой мифологией. То есть тут я как бы уже и схожу с позиции такого как бы художественного взгляда, довольно фундированного, так сказать, теории 20 века, которая научила с молоком матери, условно, воспринимать язык как самодостаточное явление. Если мы говорим языком, как бы культурных кодов, буржуазных культурных кодов, или культурными кодами массовой культуры, то, собственно, мы говорим языком массовой культуры. То есть мы говорим языком капитализма. Не есть ли здесь такой-то некий такой аскетизм левых, да? Ну, как бы тоже некой формы сопротивления? Нет. Весь прошедший опыт показывает, что вообще-то извне языки, языка и базиса. То есть точно так же, как Градо Ленин, что пролетариат присвоить все буржуазные ценности, буржуазные культуры, достижения точнее не ценности. То же самое оказается естественно языка. Если приводить пример, не знаю, стадии Троцкого дореволюционного периода, они написаны на языке публики, которая уграла под декадентом, то есть он каждый раз, когда он возвращался, то есть одно дело воззвание к рабочим, к советам, все очень просто, так, брутально, так, чтобы было всем понятно, простым людям. Статья о Мережковском, скажем, критически известная статья, написана в стиле Мережковского. Статья о Бердяеве написана в стиле Бердяева. Чтобы с чем-то воевать эффективно, надо говорить на его языке. Это противник, как правило, как минимум, вводит в ступор, он не знает, как на это реагировать. Мы, как ты знаешь, пытаемся лоббировать и развивать такую идею, как введение кыргызстанского стандарта для русского языка или для стандарта русского языка в Кыргызстане. Как, собственно, такую вот практику присвоения, практику выработки этого самого дискурса по отношению к аспекту советского наследия. Что ты вот по этому поводу думаешь, из казахстанской в том числе и перспективы? Ну, как тебе известно, мы позицию штаба по этому вопросу полностью разделяем. Это лично для меня та позиция, которую я всегда искал, которой мне не хватало. То есть русский язык объективно является моим родным языком. И всегда разница между этносом, этнической обедательностью паспортной и языком. Мне вдохновляет, что я этим неполноценен, какой-то манкур, вообще нехороший человек. Это будет лучиться родным языком. Но я всегда спрашиваю себя и оппонентов степени конгрессии. Вот, допустим, я выучиваю казахский язык, а где оказываюсь? В каком пространстве? В этом пространстве есть Джеймс Джойс, в перебеденном смысле, есть там Том Пинчен, там есть пост-рок, куда они меня толкают? Если какое-то пространство, где главной вершиной философской является абай, а главной музыкальной культурой это кю, извините, мне этого мало. Поэтому мне хочется чего-то большего. И русский язык для меня может европейскую культуру. Может быть, в силу таких субъективных факторов, которые плохо воспринимают к другим языкам, к европейским, к мировым. И это проблема, с которой живет большинство, столидная часть русскоязычной казахской интеллигенции, не русско, а русскоязычной, которые не имеют проблемы с этой идентификацией. Некоторые из них охватывают коллаборационистские настроения, они пытаются найти себя в почве, и даже не зная номер казахского, фабу на алшардинцев, на таракальных ценностях и прочим. Другие просто начинают бравировать своим анкрутизмом, я ненавижу этих тупых колбитов, я маргинал, мне это нравится, ненавижу свой народ, если вкратце. И вот есть позитивная программа, русский язык не как предательство своей страны, не как проблема, а как инструмент, с которым я живу, как индивидичность русскоязычных казахов, индивидичность, которая не просто хочет сохранить, но и передать дальше правом следствия. И да, то есть понятно, почему у нас власти, вся разница культурных политик, почему в России есть, условно говоря, и РПЦ, с такими большими полномочиями, и вот там аркадистная политика, которая выразилась в целом мере законов за последний год, потому что там нет, то есть есть русский язык, на нем огромное есть количество информации, текста, которые надо нивелировать, поэтому искусственно увеличивать силу, усиливать традиционные элементы русской культуры. В казахском языке в Центральной Азии все гораздо проще. Это просто язык, на котором все прогрессивно написано, его отрезать от населения. И уже 20 лет власти этим занимаются, в Казахстане в том числе. Другое дело, что у них очень последовательное, иначе бы давно сделали. Существует она примерно понимает, чем это грозит, она не решается сделать, но в то же время понимает объективную необходимость. Что это растущее социальное неравенство, его можно погасить, в том числе и отрезать население от языка. И так называемые на самом патриоте браться за язык, они выступают, хотят они того или нет, в роли таких вот помощников власти. И это отвечает их собственным социальным интересам. То есть что получается? Вот они говорят, вот, дескать, как плохо приезжает из заула молодой человек, и не может устроиться на работу потому что не знает русского языка. Это лукавство. Даже если он будет знать, даже если все выгодить на казахском языке, приезжает из заула он не устроится в рекламное агентство, он не устроится в госструктуру, потому что там блат и прочее, он не устроится в научную структуру или на производство. Он шулит. Проблема есть в том, что он не знает языка, это одно, у него нет образования. Против бесплатного образования они сами выступают, они все социальные, то есть в экономичном смысле сироничные фундаменталисты. Потому что делается в их собственных интересах, в их интересах их потомства. Русскоязычные их соратники, ну, собратья, коллеги, проконки, конкуренты экономические, отрезаются, потому что они знают русского языка, казахского языка, если вы пришли, его манкурты, вам он всегда. А собственно собратья населения отрезаются, потому что они знают уже русского, плохие специалисты. И вот остаются в шоколаде одни билингвы, которые могут, не знаю, хоть гигель, хоть нечуть съемок перед своими уже на казахском и простыть за больших философов. То есть это чисто классовый проект в смычке именно власти, которая этого вина по очередным причинам, и вот этой билингвальной интеллигенции, двуязычных интеллектуалов. Тут все просто и цинично. И противостоять эти политики, говорить о ней, называть ее своим именем и представлять свою программу можно с помощью этой концепции. Ну что, я хочу тебя поблагодарить за эти, во-первых, за эту резиденцию, за эту беседу. Всегда пожалуйста. Какие-то важные вопросы мы здесь обсуждали, их проговаривали. И я надеюсь, что вот этот некий как бы путь выстраивания левой, пусть не движения, пусть хотя бы левой повестки, обозначение некого левого спектра в публичном пространстве страны Азии. Это та задача, в которой мы как бы сходимся. Я надеюсь, что мы ее будем совместно решать. Обязательно.